Музыка 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 Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой 74-й годовщиной освобождения Донбасса и 50-летием открытия мемориального комплекса Саур-Могила. В далеком сентябре 43-го года немецко-фашистские захватчики были изгнаны из Шахтерского края. Донбасская наступательная операция завершилась освобождением крупнейшего промышленного района страны. Боевые действия на склонах легендарной Саур-Могилы повторились в 2014 году. Нынешнее поколение дало достойный отпор фашистской нечисти. Деды могут гордиться своими муками. Слово предоставляется министру обороны Донецкой Народной Республики Владимиру Петровичу Кононову. Добрый день. Добрый день, жители Донецка, Донбасса, Снежного, Тореза. Хочется долго перечислять все города нашей республики. Донбасс для меня это не только Донецкий край. Донецкий край это и Луганщина, которая плечом к плечу стоит против вот этой всей коричневой нечисти. От всей души хочу поздравить всех ветеранов, которые дожили до сегодняшних дней. Пожелать вам крепкого здоровья, терпения. Поблагодарить вас. Низкий поклон вам. Вы всегда для нас были примером. Примером для подражания. 74 года назад вы освободили нашу Родину. Вы дали нам жизнь. Спасибо вам большое. Всех с праздником. Всех с праздником освобождения Донбасса. Ура, товарищи! Большой и давний друг Донбасса, всемирно известная пианистка Валентина Лисице. И если бы не было наших героев, наших замечательных ветеранов, которые задавили фашистскую гадину, выгнали ее с земли Донбасса и гнали ее в ее логово в Берлине и уничтожили ее там, ничего этого могло ведь и не быть. И не только в этом создает подвиг наших дорогих ветеранов, а в том, что они воспитали поколение своих детей, внуков настолько достойно, что когда фашизм поднимает голову опять, и ведь это не только Киев, не только Украина, но это и Америка, и Европа, мы опять сталкиваемся. 75 лет спустя фашистский гад опять поднимает голову. И теперь новые поколения, наше будущее, мы должны будем отстоять эту землю. И защитники Донбасса 2014 года, 2015 года доказали, что они являются достойными наследниками наших героев-ветеранов. И они оправдали то высказывание, которое мы все знаем, которое у нас в крови. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Ни одна слезинка ребенка, ни одна безвинно пролитая капля крови не останется ненаказанной. Но чужих ведь земель нам не надо. Мы хотим жить свободно, чтить своих предков, знать свою историю, славить своих героев. И благодаря вам, ветераны, только благодаря вашим невероятным подвигам, эта земля свободна. Низкий земной поклон вам. Спасибо вам огромное. Спасибо. ПЕСНЯ 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 Где ни с журавлиной стаям, Я вам был в такой же сузове, И спад небес, по птичьим отвлекая, Всех восков оставил в Москве. Сегодня вы на своей могиле. Что для вас значит этот день? Это один из тех знаменательных дней, И только для этого края. Для нас в целом, потому что фашизм Здесь получил перелом хребта. Очень много ребят разных национальностей Тогда нас сплощал Советский Союз, Сложили здесь голову, чтобы освободить этот край. Сегодня опять пришел фашизм на эту землю. И символично, что здесь тоже ломали хребет Этому фашизму в современном, в 21 веке. И ребята здесь себя очень достойно проявили. Их было мало, но они по зубам надавали. И как видите сегодня, последствия этого всего. Поэтому каждый день, касаемо праздника этого места, Это очень святое. Особенно День освобождения Донбасса. Мы сейчас покатаемся его по второму кругу. Пять освободения. Как вот началась война, я сюда пришел. Я пришел помочь. И вник традиции народа, вник в чаяния. Потому что здесь общая наша история. Творились больше, изучил больше. И символично, да. Это тот праздник, когда я надеваю звезду героя, Который подарил им. Мое подразделение мне. Своими поступками. И поэтому, это их праздник, мой праздник. Как они отделяют. Я надеваю и выхожу. Так я не люблю со звездой проявляться. Смерть не страшна. С ней встречались не раз мы в стене. Я эту песню в год запел. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь. И у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю со мной. Ничего не случится. На фронтах и в тылу врага было доказано прорывом МИУ с фронта, что Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано. Не только в этом создаёт подвиг наших дорогих ветеранов, а в том, что они воспитали поколение своих детей, внуков, настолько достойно, что когда фашизм поднимает голову опять, и ведь это не только Киев, не только Украина, но это и Америка, и Европа, мы опять сталкиваемся. 75 лет спустя фашистский гад опять поднимает голову. И теперь новые поколения, наше будущее, мы должны будем отстоять эту землю. И защитники Донбасса 14-го года, 15-го доказали, что они являются достойными наследниками наших героев-ветеранов. И они оправдали то высказывание, которое мы все знаем, которое у нас в крови. Кто к нам с мечом придёт, отмечаем.